Всем привет! В эфире первый региональный выпуск по истории края, в частности Краснодарского края, посвященный именно истории города Новороссийска. То есть первый выпуск старого Новороссийска, дебютник. И в этом выпуске я решил рассказать о теме, которая так или иначе пересекается с историей адыгов, с историей турецкого владычества в крае, в частности о турецкой крепости Суджук-Кале, располагавшейся на территории современного Новороссийска и хоть и не являющейся прямым следствием города, то есть не имеющая связь прямую историческую с самим городом Новороссийском, так или иначе между ее последними днями этой крепости и основанием города, в общем-то не так уж много времени прошло, поэтому и поскольку она крепость находится так или иначе на территории города, то ее вполне можно относить к истории, по крайней мере земель, на которых находится город Новороссийск. Итак, Суджук-Калея, это турецкое поселение-порт с небольшой крепостью, прилегавшая к территории, которая сейчас занимает город Новороссийск, в юго-западной части, в частности на территории этой крепости, бывшей, находится ныне памятник Малая Земля с большой площадью, даже не сквером, там просто площадка, обычное поле с дорожками. Значит, имя этой крепости впоследствии перешло на всю бухту, она называлась Суджукской бухтой, собственно Суджукскую косу и Суджукский остров, то есть там, где сейчас малая земля, там такой небольшой лиман, и вот, собственно, эта коса и этот лиман они Суджукскими назывались. С турецкого самого названия наиболее вероятно переводится как холодноватый, то есть, холодная крепость, возможно, была, ну понятно, что российские боры всем известные, в общем-то, влияли на умы, в том числе и турок. И были версии еще в 19 веке названия как колбасная крепость, но слово Суджук, то есть турецкая колбаса, оно несколько иначе пишется и произносится в турецком языке и отношения к данному названию не имеет. По-турецки дословно это примерно звучит как Суджккале. История вообще вот этой местности, на которой стояла крепость, она довольно древняя. Известно, что в начале нашей эры здесь находилась большая крепость Синского царства. На территории вот этой крепости там есть археологические определенные находки. Сами адыги называли бухту, в частности Суджукскую, Цемесской бухтой. То есть у нас современное название идет от адыгского названия. В части речки Цемес, которая впадает в эту бухту по сей день в черте центрального Новороссийска, и происходило, предположительно, от слов ЦИЭЭЭЭС, то есть лес полный насекомых. Примерно так. То есть такой гнусный лес, полный гнуса. И известно, что в 13 веке Цемесская бухта в целом принадлежала Золотой Орде, которая сдала, можно так сказать, в аренду земли генуэзцам, которые в свою очередь построили крепость Батарио, именно в устье Цемеса. Крепость эта долгое время служила серьезным форпостом для торговли генуэзской. Сюда от выклиния дороги большой генуэзской проходила, частью Великого Шелкового Пути. И собственно крепость и предназначалась для обороны от адыгских племен, частно делавших набеги, на караваны, торговцев, на точки рынков, порты. И как бы охраняла территория, при этом известно, что на месте будущей Суджуккале, вот на малой земле, имелось такое генуэзское поселение каменное. Оно сохранялось вплоть до 19 века, использовалось турками. Значит, крепость эта Батарио была разрушена с приходом Турции в конце 15 века на эти территории. И это место долгое время еще не использовалось в никаких военных целях, вплоть до начала 18 века. При этом, само основание крепости никак не связано с русско-турецкими войнами. Дело в том, что когда основали Суджуккале, собственно, Черное море являлось внутренним морем Османской империи, и флота там российского и не было. На тот момент, но только через 50 лет после основания крепости, первые корабли русские появились в Черном море. Значит, эта часть Османской империи, на которой находился Суджуккале. Она управлялась Османской империей через Крымское ханство. То есть назначалась крымско-татарская администрация, собиралась крымско-татарское войско, которое, в общем-то, обороняло эту крепость и удерживало в повиновении адыгов, обитавших в этих местах. Но ослабление со временем ханской власти крымской, в связи с постоянными династическими спорами, заговорами, с частой сменой власти, вызвало, скажем так, понимание со стороны адыгов, что татарская власть ослабла, и они начали усиленные нападения на татарские поселения, в том числе и принадлежавшие Османской империи крепости. Возросла опасность для Турции, что она утратит территорию и возник вопрос о строительстве крепости для содержания карнизона, который смогут починить окрестные адыгские племена и защитить от нападений солдат, караванов и торговцев. Вопрос о строительстве такой крепости был поднят впервые крымским ханом Саадет IV Герайм в 1717 году в связи с серьезным нападением на татарский пост в Геленджике. Он просил в Геленджике построить крепость турок, однако турки начали рассматривать это предложение, но к ним вышли с просьбой уздения от местных адыгских племен, вероятнее всего то ли хигаки, то ли женеевцы, даже женеевцы вероятнее всего. И обратились они к Турции, то есть это были князья, которые были лояльнее к Турции, местные, прибрежные. Они обратились к Турции для того, чтобы она построила именно на территории будущего Новороссийска эту крепость в их землях. Точнее даже сказать, что не совсем напрямую к туркам, они обратились к Ахмед Герай Султану, отцу последнего крымского хана с такой просьбой. И в общем-то с совместным решением было принято решение строить крепость вот этой обудобной бухте Суджукской в ее дальней части, откуда хорошо просматривалась бухта Геленджика. Начальником строительства был назначен Олим Герей Султан. Крепость тогда строилась по указаниям турецкого архитектора, согнали они туда турецкий флот. Они посредственными рабочими выступили нагайцы из Едичкульской орды, из степей выше Кубани, между Доном и Кубани. Собственно строительство крепости было закончено в 1722 году. Сложена она была из кирпича в форме квадрата, со стороной 210 метров, диагонали расположены его были по сторонам света. На углах были такие пятигранные башни, на вершинах которых в виде трапеции такие зубцы, в которых 9 пушек было. Так что пушки могли довольно широко двигаться. Толщина стен достигала 4 метров, а рог глубиной 6 метров был. Главные ворота крепости располагались на северо-восточной стороне, с которой выходили к морскому порту, находящимся в этом небольшом лимане. Были еще Константинопольские ворота в юго-западной части. Позже еще пробили двое ворот, соответственно по остальным сторонам света, северо-западной и юго-восточной. При этом над главными воротами северо-восточными висела такая большая надпись на турецком языке, где описывалась почему эту крепость создали, кто ее создал, всякие обращения к Аллаху. Эта надпись, она частично разрушена, но она имеется сегодня в Новороссийском музее. Внутри крепости были дома для инчар, татарских семей. С этого момента можно просчитать периоды истории этой крепости. В частности, таких периодов было три. Это татарский период, турецко-татарский и турецко-адыгский. Первый период, условно говоря, продолжался от основания крепости до обретения крымским ханством независимости в 1774 году. В это время крепость была центром так называемого Сунджукского Санджака, административного района, который располагался от левобережья Кубани до Черного моря в рамках Османской империи и входил в состав Трабзонского элета Османской империи. То есть город Трабзон, по сути, был столицей вот этого огромного элета, раскинувшегося на две стороны Черного моря. По свидетельству писанеля, писателям и историкам, в крепости было 200 домов, в которых проживало примерно 400 человек. Торговли не было, все продукты завозились из Тамани и в очень небольших количествах закупались у местных адыгов. Дома располагались как попало, бессистемно, там были разбиты между ними сады и огороды, без улиц, комендантом крепости был татарский бей, назначаемый кубанским сироскиром из города Коплу крепости, это славянство на Кубани. Российский историк Пота назывался Джук-Кале скромным татарским городком. В 1737 году в крепость был сослан в павший в немилость хана Крымского, писатель Абд Алгафар Кырыми, ученый поэт, который писал различные религиозно-исторические произведения. Правда, недолго он пробыл, в следующем году вернулся в Крым и охарактеризовывал эту крепость как весьма ненадежное место, опасное для нападений. Османы довольно быстро навели порядок в этой крепости, при Екатерине Второй заметки были определены государственные, они описывали Суджук-Кале как главнейшее место в Абхазии. Тут она понимает, что в Абхазии в тех ранних источниках российских именовали все побережье, просто не различая абхазов от адыгов Абаза, которых называли, приморские адыги. И описывала, что турки имеют начальника, который собирает подать с ближайших участков и держит их в послушании. Подать это собиралось в виде рабов, источников, в котором были адыгские племена. Собственно, там находились в Суджук-Калеи, как в Иленжике, крупные невольничьи рынки. Продавали здесь пленных и членов их семей, членов семей вообще в принципе, даже свободных адыгов, в том числе Черкеши. В рабство также все шли иноземцы, которые не пользуются покровительством местных князей, а также попадавшие в плен вырезали набегов. Ежегодно из Суджук-Калеи и Геленджика в Константинополь возделось до 12 тысяч рабов. В русско-турецкую войну 1768-74 г. крепости, прилегающие к Никаса, использовались как охраняемый плацдарм для высадки десанта морского и как бы сосредоточение войск для дальнейшего их продвижения по суше. 29 мая 1973 года эскадра Донской флотилии под командованием капитана Сухотина уничтожила под стенами этой самой крепости шесть турецких боевых кораблей. На тот момент Черноморского флота еще не существовало, он только через десять лет появится после этого и поэтому в сражениях принимали участие в основном такие лодки, построенные вот в Воронежской губернии допустим. То есть это речные лодки, хорошо при этом приспособлены для прибрежного маневрирования, то есть они глубоко в море не уходили, но прибрежные части очень бойко себя вели. Турецкий период крепости охватил промежуток от объявления независимости крымского ханства от Османской империи в 1974 году и до его присоединения к России в 1792 году. В это время Суджукали становится центром интриг Османской империи, которая пыталась вернуть себе крымское ханство в свое подчинение путем приведения к власти на Кубани и в Крыму сторонников именно такого союза с Турцией. И непосредственной высадкой войск в Крыму. Суджукали стал базироваться турецкий флот, стали высаживаться десанты, здесь стали появляться крупные чины турецкой армии и флота, которые агитировали татарское население выступить против независимости Крыма. В то же время выделялись татар из Суджукали с тем, чтобы лишить оснований у крымских ханов требовать возврата крепости им на основе того, что это татарская крепость с татарским населением. Просто так получилось, что согласно мирному наговору с Россией в результате той войны Турция обязалась вывести свои гарнизоны из Суджукали, оставив его татарскому населению. Однако Турция отказалась это сделать, ссылаясь на отсутствие в договоре конкретного упоминания об этой крепости и наличия в этой местности других народов, которые формально юридически подчинялись ей. Именно поэтому активно и выселяли татарские крепости. А собственно для того, чтобы доказать лояльность адыгских племен, чтобы показать, что они не юридически, а вроде как и фактически являются подданными турецкой Османской империи, их активно очень подкупали этих князей местных адыгских, чтобы они выступали за Турцию. И так уж получилось, что в результате этих действий Суджукали остался только небольшой турецкий гарнизон, состоявший всего из 30 яныча. Оказавшись без татарского населения, крепость начала приходить в упадок, в ней почти не осталось никаких строений, кроме трех-двух исп. Пают шалашей, такой обудранный гарнизон достаточно был. Укрепить его гарнизон не получалось, янычары, которых туда присылали, они при первой возможности старались бежать по прямому попутному корабле. Причины для того были, так как адыги почувствовали слабость гарнизона крепости, начали в буквальном смысле охоту на турецких солдат, то есть они нападали на них постоянно, брали в плен и требовали за них выкупку. В частности есть, ну или пытались их продать как рабов. В частности был такой случай в 1778 году, адыгские князя приняли в Суджукале турецкий флот в главе с командующим флотом Газии Хасан Пашой, который высадился с четырехтысячным десантом турецких войск. И вот так получилось, что они в роли гостеприны приняли, все это хорошо, а ночью адыги напали на крепость, на этот гарнизон вместе с четырехтысячной армией и похитили из него 200 турецких солдат, которых увели в горы. После чего наутро стали требовать выкупы эквивалентной одному валу за каждого солдата, который в итоге с Турцией был выплачен. Видя вот такую ситуацию, нападением стали подвергаться уже все, в принципе, крепости и турецкие, а также татарские поселения и укрепления. И татары вынуждены были обращаться к Турции за защитой. С 1775 года по 1782 обосновавшиеся в Суджук-Кале агенты Турции начали организовать несколько мятежей о восстании татарского населения на территории Кубани и в Крыму, пытаясь сместить Сахиб Второго Гирая и Шахин Гирая. Их интриги сопровождались довольно серьезной военной поддержкой. Только в 1778 году через крепость Суджук-Кале в Российскую бухту прошло несколько десятков тысяч турецких солдат. Морские суда на рейде в бухте доходили до 163 штук с 40-тысячными десантами на них. В том же году был назначен комендантом крепости Ахмед Паша, по сути маршал, и его заместителем был Ахмед Паша, тоже маршал. Назначение генерала такого, ну, такого достаточно высокого уровня, двухбунчужные и трехбунчужные назывались, свидетельствовало о том, что Суджук-Кале признали центром уже не Санджика, а целого Айолета, то есть отдельной области Османской империи полноценной, самостоятельной. О том же говорил визир Османской империи Абди Паша, назначенному Суджук-Кале, позже комендатом Ферра Халипаше, что он именно видел в новом Айолете Османской империи, опорный пункт Империи именно в этом регионе в целом. То есть, как бы, ставку сделали Суджук-Кале, как столицу всех, имевшись на тот момент, в северной части Черного моря, владения Османской империи. Ферра Халипаше стал комендатом после Сулеймана Аги, который еще ранее был здесь в качестве эмиссара. Он, как бы, занимался Сулейман Аги пропагандой ислама среди адыгов, и его вот эта пропаганда, она не привела ни к каким хорошим результатам, а наоборот, противоположный эффект вызвала. В октябре 1980 года адыги просто, в ответ на эту пропаганду агрессивную, они пошли на штурм крепости. И хотя взять крепость не смогли, в отместку сожгли все расположенные вокруг склады с провиантом, закупленные Османами для крепости. Гарнизон оказался в крепости, в осаде и без провизии, без еды. И, в общем-то, эти янчары хотели расстрелять от этого коменданта, Сулеймана Агу, но тот откупился, раздав тысячу турецких червонцев, после чего крепость оказала длительной блокаде. Известно, что весь гарнизон этой крепости, вот вместе с этим Сулейманом Агой, комендантом, он погиб от голода. И пришедший в мае 1682 года новый комендант, этот Ферра Хали, с флотом и с армией, нашел в живых только одну супружескую пару, янчара и его жену, обессиленных от голода. Все остальные просто вымерли. С этого года, можно сказать, наступает третий период. Управление крепости, называемое турецко-адыгским периодом. И охватывает, собственно, период от вхождения крымского ханства в состав России до оставления развалин крепости, в общем-то, турецким гарнизоном уже 1819 году. Значит, Турция все это время пыталась вернуть себе Крым, но ничего у нее не получилось. В итоге Крым, благодаря определенным, скажем так, геополитическим действиям, вошел в состав Российской империи. Не было особого желания у них, ну, как бы положение было такое, что у Крыма надеваться было некуда. И Турция направила все свои усилия на превращение вот, собственно, вот этой территории в Суджук-Кале в центре в полноценную область империи своей. При этом известный факт, что турки пытались получить войско из местных племен и задыгов. По плану они так мыслили, что до 80 тысяч собирались сформировать армию именно из адыгов, подчиненных Турции. И с помощью вот этой армии адыгов они надеялись, в общем-то, напасть на Крым и отбить его в России. Но перед тем, как это сделать, набрать армию такую, им необходимо, естественно, было как-то обратить на свою сторону адыгов. Они попытались очень жёстко начать распространять ислам. Собственно говоря, до этого периода на этой конкретной местности в Западной Черкесии туркам не было дела, в общем-то, доверования адыгов. Там были и христиане, и, естественно, даже локация стала маиста, были язычников, очень много было. И как бы турки закрывали глаза, им неинтересно было особо, какого ли вера придерживаются адыги. Но вот все изменилось именно с этого периода. Начались активно строиться мечети, крепости, начались распространяться, как называют, проповедники ислама по черкесским территориям. При этом комендант крепости Феррах Али Паша сыграл выдающийся роль в этом всём. Сам он происходил из грузинской семьи, принявшей ислам и дослужился в Турции до звания соответствующего генерал-лейтенанту по европейским стандартам. В Суджук-Кале он прибыл со своей собственной свитой из 60 преданных ему человек, выписал с Константинополя позже еще тысячу новобранцев в свою личную свиту. Чтобы завязать хорошие отношения с местными, он женился на дочери местного князя. В свою очередь его свита также поступила точно. И именно он организовал распространение ислама, строительство этих мечетей, находил священнослужителей для этих мечетей. Он, не доверяя татарам, высылал их на окраины своих владений, понимая, что с ними ему придется сражаться. Для обороны Турция предполагала построить ряд крепостей, в том числе крепость в Анапе и реконструировать Суджук-Кале. Однако адыги, несмотря на исключительную храбрость и великолепную выручку, оказались непригодны для обороны крепостей, потому что по их понятиям сидеть в крепости и обороняться считалось признаком трусости. Кто бы ни пошел, в принципе они строили свои дома, поэтому достаточно простенько, так ветхо, для того чтобы их было легко сжечь, не особо не жалея, чтобы можно было быстро уйти. В этот период, как раз то, что я упоминал, стояло пустым бывшее генуэзское поселение с каменными домами и крепостью, которые очень активно использовались и для цели обороны Феррахолис стал приглашать из Средней Азии туркоманов, которыми заселил гарнизон крепости и заселил их в старое генуэзское поселение. Строительство обновленной крепости началось в 1884 году под руководством французского инженера Делафит Калаве, который также строил крепости в Анапе, в Одессе и в Измаиле. Соджук-Кале получила тогда новые укрепления снаружи, была перестроена внутри, появились внутри отдельная мечеть, казарма, дворец для Паши, помещение для помощников его и арсенал. По замыслу архитектора расширили крепость до километров в длину и 600 метров в ширину. В состав этой крепости вошел каменный замок, укрепление три редута, только крепостные стены расширили толщину до 3,5 метров сверху. Береговая крепость, отличие от сухопутной, имела два фронта, приспособленные для отражения атак как с моря, так и с суши. Вокруг крепости были отдельные редуты, расположенные на стратегических точках, для того, чтобы контролировать именно всю Цеменскую бухту. Одновременно начало строительство крепости и в Анапе, в это время с окончанием которого Феррахали перешел туда, но до последнего оставался также комендантом Соджук-Кале, хотя находился в Анапе. В конце 1685 года Феррахали поехал в Константинополь, в это время гарнизон Соджук-Кале под руководством интендента Хасан Али попытался присоединиться к войскам Шейха Мансура. Это был повстанец на Кавказе, который на религиозной основе поднимал восстание против России среди чеченцев и дагестанцев. Он очень сильно влиял на их умы и гарнизон решил выступить за него. Дело в том, что он не только против России выступал, он со своей формой ислама, суфийский ислам распространял, который немножко по-другому сформулирован. Основным источником мудрости являются некие дервиши, то есть пророки, некие люди, которым открылось откровение. Турция, понимая, что у них восстание в Соджук-Кале обратилась за помощью к России, потому что в мирных отношениях тогда было, потому что общий враг был и с помощью русских войск подавила восстание в Соджук-Кале. Прибывший в начале следующего года в Соджук-Кале новый комендант Биджан Аглу Али-Паша казнил управляющего Соджук-Кале за это восстание, но позже оказалось, что военные дела ему, вот этим новым управляющим, были неинтересны, он только в основном занимался работорговлей и личным заработком. В следующем 87 году комендантом стал новым вот этих двух крепостей Мустафа-Паша, которого к 70-му году сменил Батал-Паша. Этот Батал-Паша, он решил устроить поход в Кабарду в результате вновь разжигавшихся отношений плохих с Россией, значит он устроил этот поход и где-то в районе реки Лабы, его войска, довольно большой отряд турецких войск, с ним во главе был разбит русско-кабардинскими войсками. Кабарницы в данном случае были лояльнее к российской власти, в том числе там и абазины были, и бесслинеевцы, ну в совокупности. И Батал-Паша сдался русским властям туда, а место это где-то было, потому что там недалеко, сейчас станица Батал-Пашинская. Соответственно в Анапе Суджук-Кале назначили вместо него нового коменданта и пекли Пашу. В 1921 году крепост она была взята генералом Гудевичем в результате новой русско-турецкой войны. И в плен к нему туда попали вот этот новый комендант и пекли Паша, и шейх Мансур, который там прятался после того, как его разбили русские войска. Кстати, это описывалось, если не ошибаюсь, у Бестужева-Марлинского есть в описании, в одном из рассказов, в первых самых. Такой прообраз взятый из шейха Мансура. В общем, узнав о захвате Анапы, суджурский гарнизон, он покинул крепость, в которую тут же был послан полковник Сенненберг с небольшим отрядом, который взорвал укрепление крепости, после чего вернулся в Анапу. После подписания Ясского мира эти места снова отошли к Турции, вернули их. В 1922 году суджук-Кале высадился крупный турецкий десант, который восстановил крепость. Однако в ходе следующей русско-турецкой войны, буквально через 10 лет, в конце 10-го года суджук-Кале был занят без боя генералом Рудзевичем, кстати, крымско-татарского происхождения. Российские войска укрепили её, выкопали новые рвы, установили современные орудия. Однако посчитали непригодным эту крепость для обороны расположения этой бухты и решили новую крепость строить на противоположном берегу, где сейчас Камбардинка находится. Из-за этого выбора работы по модернизации крепости были прекращены. В условиях Бухарестского мирного договора, в преддверии войны с Наполеоном Россия решила оставить эти места, вернула их Турции. Крепость взорвали и после её уже не восстанавливали. История на этом закончилась. Вернувшийся турецкий гарнизон крепость также не восстанавливал, пробыл просто там на стоянке на руинах крепости до 1819 года. После чего ушёл и на этой территории возник большой крупный рынок до 250 лавок, где продавали различные виды товаров, а также рабов и оружия. В 1829 году через 10 лет по Адрианопольскому мирному договору, опять в результате очередной русско-турецкой войны, территория Цеменской бухты перешла от Турции к России уже окончательно. В это время в устье речки Цемес появились так называемый Константиновский пост с небольшими казармами, который охранял дорогу из Минджика в Анапу. Но как бы ничего там такого не происходило. Только Кабардинка там появилась, допустим, Кабардинское укрепление в 30-е годы только. Точнее через, получается, в 33-м году возникло, ее построил Вильяминов на той стороне. И только 12 сентября 1838 года, после окончания, в общем-то, по большей части строительства всей цепи Черноморской кордонной береговой линии, Корабли российской эскадры, возвращаясь с восточного берега, со стороны Головинки, вошли в Цемесскую бухту, где 5816 человек высадились под командованием генерала черноморской линии Раевского и адмирала Лазарева в нескольких километрах от развалин бывшей этой турецкой крепости, то есть в районе устья речки Цемес. Там на месте небольшого Константиновского поста они основали большое Константиновское укрепление, от которого, в общем-то, и началась история города Новороссийск. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делайте перепосты, рассказывайте друзьям. Стоит всем пообщаясь в комментариях на тему истории города. Довольно интересная она. В общем, следите за новыми выпусками. Всем пока!